Привет, друзья! Всех с наступающим Новым Годом! У меня для вас пару, наверное, веселых, скажем так, новостей, лишний раз доказывающих то, что между ОПЗЖ и партией Порошенко особой разницы как бы даже и нету. Друзья, а вы знаете, что у нас в стране творится что-то неописуемое? Потому что, согласно последним опросам, у партии Владимира Путина и Виктора Медведчука партии ОПЗЖ уже первый рейтинг в стране, целых 20%. Так вот, дорогие поклонники ОПЗЖ, этот ролик специально для вас. Вы ведь не будете спорить с тем, что партия ОПЗЖ это партия за мир, это главный тезис этой партии, и они постоянно говорят об этом. Были выдвинуты от имени украинской делегации, то это пункты, и подобная позиция свидетельствует о том, что мирный процесс, процесс мирного урегулирования прекращения боевых действий на сегодняшний день фактически срывается. Лидер партии, олигарх Виктор Владимирович Медведчук говорит о том, что срывают мир, не дают возможность установить мир в Украине, продолжают финансировать боевые действия. Ну, давайте еще послушаем, может, Рабиновича, еще одного лидера этой партии. И в этом вот зеленом дурмане шизофрении находится государство. Вы понимаете, что происходит? Ничего не движется, никуда не идем, и самое страшное, мира нет и не будет. Еще один лидер партии ОПЗЖ, олигарх, еще один олигарх, уже Вадим Рабинович говорит, что мира нет и не будет, наверное, потому что власть финансирует войну. А теперь давайте послушаем еще одного лидера ОПЗЖ, уже Бойко. Я голосовал за мир, голосовал за людское життя, за то, что мне наказали сделать люди, когда я был два месяца в поездках в Украине. Олигарх Бойко на последних выборах акцентировал внимание, что он голосовал за мир, что финансировать войну они не будут. Депутаты фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» в Горсовете передали бойцам АТО помощь. Чтобы передать эту помощь, депутат Горсовета Сергей Данила отправился на Светлодарскую дугу, которая сейчас входит в линию разграничения. Помимо мешков, лопат, батареек и прочего инвентаря, бойцы нуждаются и в бытовой химии. Всегда нужны сладкое и фрукты, а с наступлением холодов термобелье, отметил Сергей Данила. «Мы планируем и в дальнейшем оказывать помощь ребятам. Они в ней действительно нуждаются», отметил Андрей Спаски. Вас кинули, кинули, как лохов последних, как школьников. Главные идеологические фишки партии ОПЗЖ понятны всеми каждому. Они за мир, и они, естественно, одно исходит из другого, они против финансирования войны. Это все понятно. И получается, что по логике ОПЗЖ, финансируя бойцов АТО, выдавая им там всякие плюшки, которые я там перечислил только что, они предали всех вас, всех поклонников ОПЗЖ, которые уже, сколько там, 3-4 года слушают сказки о мире и о том, что партия ОПЗЖ против финансирования войны. Вас просто в очередной раз развели. Поклонники ОПЗЖ, что если я вам скажу, что и это еще не все? Что если я вам покажу то, что ваша любимая партия тайно объединяется в Полтавском гурсовете с заклятыми врагами с партией вора и мародера Петюни Порошенко? Депутаты от Европейской Солюдарности, города Полтава, на своих сторонках пишут, что неможливо сделать коалицию без ОПЗЖ. Что, ну, полтавцы наголосовали, нам доведется с ними работать. Как вы будете работать с теми, на чьих руках кровь наших побратимей? Вот это поворот! Конечно, будут ветераны АТО, но вы такие наивные, что мне порой даже стыдно вас слушать, друзья мои. Но, честное слово, они уже давно, знаете ли, договорились. И, к вашему сведению, Петюня и Медведчук – это давние кенты. Протягом одного тижня Порошенко и Виктор Медведчук встречались щонайменше двичі – в администрации президента та вдома у Порошенко. Это общая работа. И потом мы с первого класса вместе. Еще несколько тиженов тому стало зрозумяло, что Полтавское отделение Европейской Солюдарности будет объединяться с ОПЗЖ. Это в Полтаве так вырешили? Чи по всей Украине это такая политика партии объединяться с сепаратистами для вырешения своих финансовых вопросов? Вовремя предать это не предать, это предвидеть. Вообще-то да. Ну, вообще, знаешь, эта партия одного олигарха Медведчука объединяется с партией другого олигарха Петюни Порошенко. А олигархи, как известно, всегда договорятся. И им на самом деле на идеологии глубоко, ну, вы понимаете. Вот. Им главное – дешевт. Я хочу обратиться к Петру Алексеевичу Порошенко как к руководству Европейской Солюдарности как к человеку, которая имеет влияние на руководство Полтавской партии, на Андрея Карпова. А, вот как. Карпов, ну, который на мэра Полтавы недавно выдвигался от партии Порошенко, вы знаете. Ну, давайте посмотрим, что им ответил Андрей Карпов. По-моему, чувак нас кинули. «Будем договариваться со всеми, с кем можно», сказал Андрей Полтава по отношению к своим заклятым идеологическим врагам из ОПЗЖ. Ну, вы, друзья мои, поняли. Вы все прекрасно осознали, что если партии олигархические, то не важна абсолютно идеология. Олигархические партии и их лидеры всегда договорятся. А на какие-то идеи им глубоко... Вы понимаете. Пока! Друзья! Сильно строг. Я говорю о том, что рано оценивать, но в большей степени, конечно, ощущение негативности, ощущение отсутствия какой-то, в принципе, позиции. И вот знаете, что самое страшное? Это же у нас блиц? Да. Появляется чувство, как будто нас обманули. Все. Все.